привет 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 песер и с вами морж 13 число у нас на календаре на своем экране вы видите и футбол хаб само собой обзорчик на иньесту которого получили мы все бесплатно ну или еще кто-то может не получил получить его крайне просто я думаю любой человек с этим справиться и у любого человека в составе он будет поэтому в принципе о нем я и хотел с вами сегодня поговорить естественно рассмотрим статы естественно рассмотрим прокачку поговорим про навыки вот и тем кто тем тем кому и сильно интересно это все смотреть я могу сейчас сказать честно в мой состав он не попадает почему да потому что у меня есть вот такой вот и место со стилем атакующий полузащитник вроде он как бы цпз-шка но качал его под апозе шку даже при стандартной прокачки да если далеко не уходить мы накидываем 88 тренера и получаем 105 позе тут у него и реализация 83 дрибла за соточку да там дриблинг можно опустить что-то что-то более поднять пасы аналогично очень и так крутые можно тоже спокойно опускать получать дополнительные навыки там до восьмерочки можно вообще поднимать удары для реализации 88 тут еще 10 свободных навыков чего у него там допустим сила ног и выносливость сюда закинуть короче вот этот вариант у меня по моему кстати вот так на самом деле и прокачан как я сейчас по-быстрому раскидал и и меня он устраивает именно на позиции атакующего полузащитника или оттянутого форварда здесь же у нас естественно ребят на халяву и уксус сладкий таких рейтингов мы близко даже не увидим как левый нападающий на автоматической прокачки что мы тут видим реализация 84 достаточно неплохо для лево нападающего 90 есть навеса есть хорошая дрибла есть подкруточка можно попытаться за него побить штрафные но я думаю найдете вы игрока который получше у вас будет бить штрафные но при этом скоро с ускорением не радует вообще как и сила удара 82 это конечно маловато хороший баланс есть кое-какая выносливость 2-3 слабая нога вроде все неплохо вроде все неплохо но как мне кажется со стилем креативный плеймейкер все-таки он должен играть в центре поэтому я бы его качал под атакующего полузащитника а может быть даже под оттянутого форварда если конечно вы ему поймаете позицию потому что позиция все-таки возвращается кое-как защиту защиту инъеста не не умеет от слова совсем поэтому вот apz of даже наверное скорее of что здесь у него хорошего получается отличный пас реализация умения атаковать в зеленой зоне для позе нормас дрибла если вы дриблер замечательно но опять же скорость ускорения сила удара вот здесь вот конечно есть с этим всем делом проблема в моей прокачке я бы снимал ему с дриблы вот мне такого дриблинга достаточно я не особо умею поэтому еще так сказать мучать жопу не умеешь срать не мучай жопу вот уме у меня примерно именно этот вариант а что ему здесь поднимать конечно скорость сила удара и выносливость станет для него краеугольным камнем поднимаем хотя бы до восьмерки получаем скорость 78 сил удара 82 и выносливость 85 но остальные два стата можно вкинуть в удары потому что отличный пас у нас есть но все-таки стоит добавить реализации и вот в таком варианте на оттенда форварде атакующем полузащитники я его вижу как по мне все таки это не фланговый игрок скорость ускорением слишком уж не очень для центрального полузащитника у него отсутствует защита поэтому там он тоже особо не пригодится вот как-то так ну и в принципе я говорил что второй бустер есть ну если вы собираетесь ему добавлять бустер я бы ему добавлял ловкость то есть agility вот у нас ловкость поднимает скорость ускорение баланс и выносливость все четыре параметра которые ему конечно же нужны в итоге вот такая карточка получалось бы у меня значит по навыкам которые есть у него изначально здесь у нас в 9 навыков я бы задал вопрос только по варианту подкрутка шведкой потому что слабая нога у него 23 в принципе нормально в общем-то достаточно для него это не так критично есть удобная водка двойным касанием введение подошвы ладно окей удар подъемом ну сила удара 82 наклболы это спорно мягко говоря спорно 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 есть игра пятка есть пас в касание есть пас в разрез точность подач и хитрость по навыкам да придолбаться к ней не к чему вот ну разве что подкрутка шведкой мне кажется ну можно было бы типа обойтись и без нее по остальному все все хорошо финтами не перегружен штатного пенальтиста нет способности капитана нет уже замечательно ладно давайте переходить на поле и буду рассказывать потихонечку чего я почувствовал играя за него ну что ж поле зеленица иньеста иньистица гави гавица сейчас на фланге в общем и в целом тут как бы не сильно и хотелось бы критиковать я так скажу и не то что особо есть за что действительно для фланга ему не хватает скорости и ему крайне 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 сильно не хватает корпуса что само собой то есть здесь у нас вариант как с наймаром наймара бежала гораздо бодрее в общем то на фланге но если защитник его касается место конечно же отлетает да за него можно папа навешивать стандарты за него можно побить штрафные за него можно подреблить если вы умеете опять же я не особо умею поэтому ну это не бой типаж игрока для меня он слишком медленный то есть я привык быстро разыгрывать я привык вот именно к такому быстрому геймплею иньеста это про достаточно плавный геймплей это про подумать вот те кто смотрят мой канал давно натыкались на финалы турниров и наверное таким игроком бы я мочу назвал вот и вот его матчи посмотрите он так это микро деблой задорачивает что что просто соперник уже начинает выдергивать игроков открывать зоны и так далее вот для моти я считаю что этот игрок залетит прям конкретно но опять же мне кажется у него есть просто более более сильная версия этого иньеста а этот как бесплатный для человека который только начал играть в пес да вообще почему бы и нет даже на фланге в принципе его можно попробовать в целом ну главное подгадать момент ну вот в остальном он вполне себе то есть и открывается и забивает и пробивает и подкруточка вроде как есть но само собой игра против противников как у которых на воротах стоят шмейхели кассильасы и так далее и есть не хватает силы удара и не хватает этой подкрутки чтобы ну вот прям убивать вот вроде реализация зелененькая до 84 а ну реально имбовый вратарь на воротах мягко говоря выжирает все эти его статы по самой модельки моделька в игре крайне приятная достаточно вертка с балансом все хорошо конечно не месси месси крутится быстрее но и место крутится тоже очень даже ничего и конечно же а его основное оружие это пас и вот здесь у меня ребят возникают вопросы я в принципе не рассматриваю пас в нашей игре как какое-то оружие то есть скорость убежал сильный удар классная реализация убил ударом отличный рост игра головой навес и ты убиваешь собственно с навеса опас опасу для меня по крайней мере такая вещь которая мне кажется зависит больше от тебя они от игрока которым ты его пытаешься отдавать да кстати вот здесь несколько моментов было если даже головой забил но это это так что-то мега критичное и я пытался на него подавать но первым на мяче он оказывается причем переигрываем рослых защитников я не знаю как но конечно с хреновой игрой головой в ворот он попадает не часто так вот я не вижу паска какое-то оружие которое кардинально бы все меняла на поле проведения матча вот как ты увидел отдал ли ты пас вовремя прочитал ли ты тайминги мне кажется гораздо более важно чем игрок который обладает неимоверным пасом то есть пас принципе где-то 880 для меня можно спокойно держать и мне бы этого хватало это лично мое мнение и у меня в принципе проблемы со всеми игроками вот у которых сильные стороны это пас дриблу еще ладно как-то хрен знает как я могу использовать опас я не знаю я не знаю само собой есть стоит добавить дополнительных навыков там тот же удар без подработки допустим ему неплохо пригодится если вы на оффе будете его использовать но позицию оффа еще и поймать надо для начала да да и буст в принципе нужно либо назначать либо постараться поймать чтобы он был ему полезен за бесплатно наверное вот все то что негативное сказал это не является каким-то негативом хорошая карточка плюс люди получают игрока который действительно является легендой мирового футбола действительно знаковым игроком последний там грубо говоря 20 лет в футболе поэтому как халявная карта до 9 из 10 ему спокойно бы ставил здесь единственная да зависит от вашего умения вот так вот вдумчиво играть то есть у меня такого умения часто не хватает то есть подождать увидеть когда он открывается именно в нужный момент отдать передачу а так мне нравится мне понравился я спокойно за него набегал то есть без нерв и какого-то дичайшего восторга не было но и никаких нервов не было то есть спокойненько аккуратненько на пз попробовал на оффе попробовал на фланги попробовал навешивать он может если у вас есть высокой высокие нападающие передачу он может отдать классную но опять же тут будет зависеть от нападающего реализует ли он хороший подыгровщик в центре поля даже не вздумайте так что девять с половиной вполне годный подгон от канами лично мое мнение но свое напиши в комментариях я с удовольствием его почитаю спасибо что смотрели с вами был морж до новых встреч пока пока